Приветствую вас, довольно сумбурно у вас получилось написать текст Кейт, на мой взгляд, довольно сумбурно, то есть слишком много вы всего в одну кучу намечали, как мне кажется, как мне видится, вот, из-за этого создается такая неразбериха, достаточно сильная. Смотрите, значит, вы пишите, мне так жить очень тяжело. Видите-ка какая штука, это вам тяжело жить? Как-то тяжело жить. ...то у вас никто не ортолет жить. Понимаете, так плохо, то есть это Ваш выбор, жить тяжело. Вопрос заключается в том, для чего конкретно. Дело в том, впечатляющий средь молодой человек, которого я люблю, но он так странно себя ведёт, я просто не знаю, что делать. Есть ещё один важный момент. Вы ориентируетесь на молодому человеку. Вы не ориентируетесь на себя, понимаете? Вы ориентируетесь именно на молодого человека, то есть, что это значит? Это значит, что Вы в контексте своей деятельности, в контексте, его поведения. Ориентируетесь на другого, а не на себя. То есть, как бы очень важно, очень важно, чтобы Вы ориентировались именно на то, что Вы хотите, а не на то, что другие хотят. Но понимаете, какая штука? То есть, это уже деструктивная позиция. Дальше. Значит, я буду заниматься делать, понять. Это вопрос жизни и смерти. То есть, Вы описали, это не вопрос жизни и смерти. По крайней мере, не Ваши. А тот, что человек делает со своей жизнью сам, это исключительно его право и его дело, это его выбор. Понимаете? Какая штука. Дальше. Очень много недоговаривает, и я не знаю, как с этим жить. А почему просто не принять? Ему 32 года, мне 27, если это важно. Ну нет, тут разница в возрасте не особо большая. Не так давно у нас все было хорошо, потом я не понимал, что случилось. В общем, мы не видели 2,5 месяца, так как я уезжал. Когда вернулся, он мне хорошо прийти, я сказал, что вроде тебя останутся, но ответил, что не хочет мешать. Это, пожалуй, Ваша ошибка была, что Вы хотели остаться ради него. Ради него оставаться не ради себя, а ради того, чтобы Вам самой сделать для него что-то, а остаться мой, но не ради него. Так, туда я поехал, уволил, и свернул, и мне хорошо прийти. Опять. Ну, а Вы сделали что-то через несогласие молодого человека. Так, молодой человек был не согласен с тем, чтобы, что Вы, эм, чтобы Вы, эм, ну, оставались не вы, все равно это сделали. То есть мы не понимаем, для чего Вы это сделали, для себя или для него. Если Вы сделали это для себя, то у Вас какие-то ожидания и сразу. Если Вы это сделали для него, то, опять же, все хорошо, но это Ваш свободный выбор. Эм, так, эм, значит потом сказал, что уедет, никому не скажет куда. Где-то уже показывает нестабильность, ненадежность Вашего молодого человека. Потом было в день рождения, все было хорошо, он инициировал близость, потом сам стал говорить, что лучше не сегодня, пропал-запал и прочее. Так, правильно ли я понимаю, что человек, эм, по факту, эм, значит, эм, вот, ну, просто, эм, правильно ли я Вас понимаю, что человек инициировал с Вами близость, то есть хотел с вами близости, а потом да, получается, значит, задний ход. Так, что ли, получается, или как. То есть это, на мой взгляд, очень важный момент. Дальше, так, мы редко видимся, из-за его работы я имела глупость предложить ему жить вместе. Для чего? Для чего, для чего предложили мы, зачем? Как он мог согласиться после провала? Какого провала? В чем провал был? Больше того, он сказал, что не любит и не любит, хотя смотрел на меня, глаза его сияли. Ну, это вы, опять же, додумываете. Он, очевидно, стал бояться провалом, меня отталкивает. Какого провала-то? Не очень, не очень понятно. Я не видел его почти месяц, лучше не стало, снова уехал, а вчера видел его снова, не видели его, его месяц, почему? Лучше не стало, а почему должно было лучше стать? Как вы его смогли вчера увидеть? Я просто его не узнаю, мы не виделись местным, так он нервный, даже не хотел со мной разговаривать, я не знаю, в чем мне виноват. А почему вы считаете обязательно, что вы виноваты? Так что откуда в этот участок времени? Почему нельзя просто поговорить? Ну, это вы так считаете, что можно поговорить, а он не считает, что можно, ну, он не считает, что можно поговорить. Почему нельзя? Так, я ехал ради него два дня на поезде и не знаю, в чем виноват. Ну, вы не ехали ради него, вы ехали ради себя, через него. Опять же, почему вы считаете себя виноват? И ведь не только это место назад, я видел его в комнате и в комнате в общежитии какую-то картонную коробку, понимал, что это просто не бесполезно, подумал, что возможно мне бады, он раньше занимался сутивым маркетингом. И что это? Его делают, чему занимаются. Вчера он привел сюда в стране, открыл дверь, попросил меня подождать, вычелку в комнату не пустил. Мне это может быть связано с ним, кто вам просто не доверяет или не хотел, чтобы вы у него оставались, потому что опасался сближения. Будто я не должна что-то увидеть, да это вы уже сами додумали. Допустим, у него появилась другая, опять вы сами додумаетесь сейчас. Тогда логично было бы пустить меня, чтобы соседи потом ей не сказали, что ему говорят, что нет, это вы сразу должен додумываться, я не думаю, что у него другая. Ну, так нервно, когда разговаривал с их на виду, вообще сказал, что я его позорю перед соседями с тем, что пришла, чем, что пришла будет раз месяц. Ну, то есть, если у вас опять же обиды, обиды на него и ожидания, ну, не те ожидания, которые у вас, не те ожидания, которые у вас имеются. Дальше просто, друзья, имеют на это право. Ну, имеют право в случае, если человек этого хочет. Я не могу его понять, но он такой ласковый, то раз месяц так встречает. Что с ним делать и что делать нет. Жил своей жизнью и откровенно заявите на своих чувствах, что вы не можете жить так вот на эмоциональных качелях, качелях, как вы живете. Он не скажет, что было в той коробке, где сейчас в комнате, зачем вам, зачем вам, зачем говорить. Я скорее поверю в то, что он это принимает в инфекте, чем точно он такой по жизни. А вообще проблема принять, что он такой по жизни для вас. Как узнать правду, зачем, что вам это даст. На этом все. Подумайте над моими вопросами. В целом, мне кажется, что вам следует ознакомиться с темой созависимости, потому что это очень важный момент. Вот. Тема созависимости очень важный момент. И, значит, все-таки нужно установить личные границы какие-то, да, между собой и, так сказать, лично вы на него ориентируетесь. А ориентируетесь на него вы лично потому, что, ну, стресс его сами испытывает и нереализованный, сами испытывает какие-то фрустрационные процессы. Вот. И, собственно, неудовлетворенность в чем либо. Это нужно разбирать. Молодой человек здесь абсолютно ни при чем. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.